ВОВА 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 Здравствуйте, друзья! Ну что, начнём? А где Вова? Опять опаздывает! Ну ты же его знаешь, как всегда. Угу. Ух, всем привет! Вова, ну что за вредная привычка? Всегда опаздываешь, ты бы хоть раз вовремя появился. Всегда в школу с опозданием приходишь. Да я сам не понимаю, как так получается. Бегу в школу со всех ног, самым коротким путём. Водители мне сигналят, ругаются, пропускать не хотят. Потому и ругаются, что ты правила нарушаешь. Если бы ты шёл до школы правильным маршрутом, ты бы без всякой спешки приходил бы вовремя. Что ещё за правильный маршрут? Сейчас всё узнаешь! Количество автомобилей на нашей улице увеличивается с каждым годом. Машины идут сплошным потоком. Движение очень интенсивное. Поэтому увеличивается число и дорожно-транспортных происшествий. Особенно с участием детей. Уже во втором классе, а то и раньше, многие ребята ходят в школу сами, без сопровождения родителей. Радуются, что стали взрослыми и самостоятельными. Но не все дети хорошо знают правила дорожного движения и правила безопасного поведения на дороге. Поэтому важно вместе с родителями или с помощью учителя составить безопасный маршрут движения «Дом. Школа. Дом». Друзья мои, сегодня мы с вами поговорим о безопасном маршруте от школы до дома и от дома до школы. Что такое безопасный маршрут? Во-первых, это документ. Один из самых важных. Потому что на этом документе вы рисуете свой участок жизни. Вы проходите его каждый день. И нужно нарисовать его так, чтобы он был самым безопасным. Скажите, пожалуйста, что встречается вам по пути от школы до дома? Пешеходные переходы. Светофоры. Железнодорожные пути. Самое первое, один из самых опасных участков – это пешеходный переход. Какой он? Нерегулируемый. А чем он опасный? Тем, что там нет светофора, там нет регулировщика. Так ведь? И пешеходы переходят. Как? Убедившись в безопасности. Знаете ли вы, сколько раз на пути от дома до школы встречаются пешеходные переходы через проезжую часть? Как правило, если школьник живет близко от школы, то количество пешеходных переходов будет от одного до трех раз. Если же он добирается до школы издалека, то это количество пешеходных переходов возрастет до шести. Каждый такой переход несет в себе опасность. Что же делать? Научиться ориентироваться в дорожной обстановке. Сейчас на уроке безопасности ребята разделятся на две группы. Девочки будут составлять безопасный маршрут в условиях города, а мальчики в условиях пригорода. Да, им придется нелегко, потому что в пригороде редко встречаются регулируемые пешеходные переходы, поэтому они будут искать наиболее безопасный маршрут. Для начала ребята размечают, где находится дом, школа, пешеходные переходы, определяют опасные участки. Сейчас мы с другом найдем самый безопасный маршрут от дома до школы. Мы вышли из дома и идем по тротуару. Затем мы идем по пешеходной дорожке. Здесь мы подошли к опасному участку, и поэтому мы рисуем красным цветом. Сейчас мы идем по велопешеходной дорожке. И снова на нашем пути есть опасный участок. Обозначаем красный маркер. Теперь мы идем по велопешеходной дорожке. Выходим на тротуар и спокойно движемся по тротуару. И идем по пешеходной зоне. И снова на пути встречается опасный участок. Выделяем его красным маркером. Потом мы идем по велопешеходной дорожке к тротуару. Опять опасный участок. Выделяем, как всегда, красным маркером. Идем к тротуару до школы. Вот таким образом мы дошли до школы. Наиболее опасные участки нужно не только выделить, но и объяснить, почему они требуют особого внимания. Мы выделяем эту часть красным маркером, потому что это опасная проезжая часть. Потому что рядом нет пешеходных переходов, и нам приходится переходить по велосипедной дорожке. Посмотрим, как справиться со своим заданием девочки. Им нужно составить безопасный маршрут «Дом-школа-дом» в городских условиях. Мы с девочками построили свой город с его инфраструктурой. Мы расставили здесь знаки, здания. И сейчас мы проведем безопасный путь от дома до школы. Вот наш дом. Мы выходим из него и идем по тротуару. И сейчас мы продолжаем наше движение по тротуару. Сейчас мы подошли к регулируемому пешеходному переходу. Регулируемый он, потому что на нем есть светофор. Сейчас мы дождемся зеленого сигнала светофора и перейдем дорогу. Дальше мы продолжаем наше движение по тротуару. Наш путь до школы завершен. Вова, надеюсь, ты понял, что такое безопасный маршрут «Дом-школа-дом». Это просто! Вот и посмотрим, как ты все усвоил. Сейчас будешь составлять свой собственный безопасный маршрут «Дом-школа-дом». Я уже приготовился. Смотрите, что я придумал. Нашел школу и дом в гугл-картах и распечатал. Хм, а вот тут молодец! Изобретательно! Следует помнить, что лучший маршрут – это не самый короткий, а самый безопасный. На что нужно обратить внимание при составлении маршрута «Дом-школа-дом»? Во-первых, на особенности дорог вблизи дома, школы и других объектов. Насколько они широкие или узкие, интенсивное на них движение или не очень. Кстати, дети менее осторожны на тех улицах, где машины ездят редко. Обзору дороги мешают близко расположенные кусты, деревья, заборы, строения, припаркованные автомобили. Лучше найти место, где дороги ничего не мешают. Согласна! Также обращать внимание нужно на те места, где транспорт может появиться неожиданно. Например, въезд во двор или арки домов. Остановки городского транспорта тоже считаются участками повышенной опасности. Там всегда много людей, а остановившиеся автобусы закрывают обзор проезжей части. После того, как маршрут составлен, нужно пройтись по нему еще раз, проверить, все ли правильно отмечено. Каждый год в сентябре маршрут следует обновлять. Ведь за лето могли появиться новые пешеходные переходы, светофоры или дорожные знаки. Итак, мы с вами сегодня построили самые безопасные маршруты и от школы до дома, и от дома до школы. Самое главное, чтобы в вашей голове это все осталось, чтобы вы выполняли это и смотрели за движением на дороге. Когда вы придете домой, обязательно перепроверьте свои маршрутные листы и посмотрите. Выделите опасные участки красным цветом и следите за изменениями. Даже если вы идете домой и образовалась яма на тротуаре, придите домой и обведите красным эту яму. И запомните, что вам ее нужно обходить не по проезжей части, а нужно перейти либо на обочину, либо подальше к тротуарам. Будьте внимательны, берегите свою жизнь. Давай, показывай, что у тебя там получилось. Вот мой безопасный маршрут. Я все отметил. Опасные участки даже два раза красным обвел. Молодец, Вова! Я теперь по этому маршруту каждый день в школу и домой буду ходить. И на уроки ни разу не опоздаю. И на уроки ни разу не опоздаю. Аааа!